МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24, студия Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Как проехать на территорию больничного городка? Очередное обращение в рубрику «Городской дозор». О летнем отдыхе детей. В департаменте по делам молодежи и спорта рассказали о том, как будет организован досуг детей в каникулы. Саровчане стали победителями первенств Нижегородской области по баскетболу среди ветеранов. Далее расскажем обо всем подробно. В Сарове, как и по всей области, в соответствии с указом губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, все школы с 18 марта уходят на каникулы, которые продлятся до 28 марта. С 30 марта и до особого распоряжения дети будут учиться, дистанционно. Кружки и секции учреждений дополнительного образования также с 18 марта приостанавливают занятия. На дистанционное обучение переходят Саровский физтех. Временно закрывается тренажерный зал, бассейн «Дельфин», спорткомплекс «Юниор» и другие объекты и коры для свободного посещения. Детские сады пока не закрывают. Отменили все мероприятия в Доме ученых и Доме молодежи. В прежнем режиме продолжают работать театры и библиотека Маяковского. В России разработали план действий, которые также призваны смягчить негативные влияния вируса, в том числе на экономику. Минтруд совместно с Фондом социального страхования пересмотрели порядок оплаты больничных листов. Деньги будут начислять авансом. Больничные можно получить в электронной форме, приложив документы, подтверждающие посещение других стран. К концу недели планируют принять закон о сдерживании цен на лекарства в условиях эпидемии. Михаил Мишустин поручил максимально упростить покупку безрецептурных лекарств. Кроме этого, будут расширены программы кредитования малых и средних предприятий. К другим новостям. В гору с больными ногами. У 70-летней жительницы нашего города возникли проблемы при проезде КПП в больничном городе. Ее не хотели вырпускать на такси на процедуры. За помощью Саровченко обратилась в рубрику «Городской дозор». С правилами проезда на Маслиху разбиралась наша съемочная группа. Татьяне Федоровне Шиминой 70 лет. Из-за болезни коленей женщине назначили курс лечения в стационаре. Подниматься в гору на Маслихе ей тяжело. Боль в ногах и возраст дают о себе знать. Приехав первый раз на процедуру на такси, Татьяна Федоровна столкнулась с неприятной ситуацией. Сторож не хотел пропускать машину на территорию больничного городка. Поэтому я и боялась сегодня ехать. Говорю, если опять будет скандал. А я не дойду. Гора вон какая. Я не дойду. После переговоров со сторожем женщину все-таки пропустили, но посоветовали уладить эту проблему в справочной службе. Она мне сказала, вы вызовите такси, запомните номер такси, а он у меня никак еще не вспоминается. Потом позвоните мне, а потом я позвоню на это, на проходную. Это что ж такая за система. У меня вот направление есть. Вот, пожалуйста. Я еду на лечение. Я его оплатила. Траматологу, в Жафарову. Что еще надо-то? Как нам пояснили в КБ-50, усиленный пропускной режим ввели из-за того, что на территорию стало проезжать много посторонних машин, которые мешали проездам скорой помощи, а пациенты больницы жаловались на шум. Въехать на территорию на машине могут представители обслуживающих организаций. Кроме того, есть список пациентов, которым необходим гемодиализ. Их пропускают без проблем. Для жителей города, которые не входят ни в пропуск, ни в списки, вот разовые такие заезды, у нас разрешается, например, для доставки больного в приемный покой. Здесь есть определенная сложность. Охранник не может определить, он на самом деле больной или не больной. Но, как правило, пропускают. Для сравнения, в 2015 году зафиксировано 1400 проездов в приемный покой. В 2019 году более 2200 граждан смогли проехать туда на машине. Что касается других отделений, без проблем проезжают люди с ограниченными двигательными функциями и пациенты, которым надо попасть на КТ или МРТ. Пропустят также родители, которые везут ребенка в приемный покой или на процедуру в стационар. На КПП каждый день подают по фамильной списке тех, кому разрешен въезд. При этом пропускать будут и тех, кто едет на такси. Есть такие случаи, мы по фамильной тогда делаем, потому что охранник должен, по сути, подойти к такси и спросить, куда едет. И мы должны четко ответить. Я по списку, фамилии такая-то, разрешение дено на определенный срок. Каждую ситуацию по непропуску или незаконному проезду на территорию разбирают индивидуально. Полный перечень тех, кому разрешен въезд на территории больничного городка, опубликован на сайте КБ-50. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В марте в Нижегородской области проходит первый этап ежегодной вакцинации диких плотоядных животных против бешенства. Об этом сообщили в Комитете государственного ветеринарного надзора Нижегородской области. Специалисты ветеринарной службы совместно с охотопользователями разложат 74 тысячи доз вакцины в 49 районах области. По данным регионального госветнадзора, проведение профилактических мероприятий позволило не допустить роста случаев заболевания бешенством у животных в Нижегородской области. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Помощник депутата Государственной Думы Дениса Москвина Ольга Ангели проведет прием граждан по личным вопросам. Встреча пройдет в четверг, 19 марта, в 114 кабинете здания Городской Думы и администрации. Ольга Ангели будет принимать Саровчан с 11.30 до 13 часов. Предварительная запись по телефону 702-50. Департамент культуры и искусства приглашает Саровчан принять участие в акции памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Для этого все желающие могут присылать фотографии своих родственников, участников войны, а также тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей. К 75-летию победы на площади Ленина установят большой экран, на котором и будут показаны снимки. Фото с указанием фамилии, имени, отчества, героев необходимо отправить на электронную почту arts.ru в сайт собака.yandex.ru до 25 апреля. В Нижегородской области отменяют все ярмарки вакансий. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, такие меры пришлось принять в связи с угрозой распространения коронавируса. Напомним, ближайшая ярмарка вакансий учебных рабочих мест должна была пройти в городском центре занятости 24 марта. Вплоть до особого распоряжения губернатора проведение таких мероприятий решено поставить на паузу. Департамент по делам молодежи и спорта готовится к летним каникулам. Центр внешкольной работы и молодежный центр вновь организуют работу досуговых площадок для своих воспитанников. Три загородных лагеря, лесная поляна, детские оздоровительные лагеря имени Гайдара и детский оздоровительный центр «Березка» готовы принять летом более трех тысяч детей. Подробности в следующем репортаже. Гимнастика, фитнес, занятия вокалом или рукоделием, игры, викторины и квесты. Все это готовы предложить своим воспитанникам Центра внешкольной работы и молодежный центр летом 2020 года на площадках «Летняя дача». От лагеря этот вариант отличается тем, что там ребенка не кормят. Длится день на площадке только четыре часа. Школа города откроет 15 лагерей с дневным пребыванием. Заработает лагерь «Теремок» Центра социальной помощи семье и детям. Специалисты обращают внимание жителей на появление несанкционированных коммерческих лагерей. «Таких организаций отдыха, где предоставляются услуги по присмотре и уходу, организации досуга, обучение детей в каникулярные периоды без получения разрешительных документов, не входящих в региональный и всероссийский реестры организации отдыха детей и их оздоровления». Направляя своего ребенка в такую организацию, родитель не может быть уверен в его безопасности. Неизвестно, есть ли у педагогов медицинские книжки и справки об отсутствии судимости. Как организовано питание и соблюдают ли правила пожарной безопасности. Эти лагеря будут выявлять. «Деятельность таких организаций будет прекращаться надзорными органами с момента их выявления. С 1 июня за такую деятельность предусмотрен административный штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей». Проверить, входит ли лагерь в реестры организации отдыха и оздоровления детей, можно обратившись на горячую линию в ДМИС по телефону 99062. Еще один вариант отдыха – санаторное оздоровление детей. Специалисты напоминают, что родители могут обратиться за компенсацией части расходов по приобретению путевки. «Возраст детей от 4 до 15 лет включительно. Размер данной компенсации составляет от 12 тысяч 100 рублей до 13 тысяч 800 рублей. При условии пребывания ребенка в такой организации от 21 до 24 календарных дней. Очередность получателей компенсации определяется от даты подачи заявления». Санаторий или санаторно-оздоровительный центр, за пребывание в котором положена компенсация, должен соответствовать ряду требований. За информацией обращайтесь в Департамент по делам молодежи и спорта. Екатерина Пянова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Экстрим-чтение, фотоплакат «Читаю, где хочу» капитана книжных морей. Всего 4 номинации и огромное количество вариантов сделать интересные и креативные кадры. В библиотеке имени Маяковского принимается работа на фотоконкурс. Участникам предлагают запечатлеть на снимках моменты чтения книг, журналов и газет. Для тех, кто любит творчески мыслить, читать и фотографировать, сотрудники библиотеки имени Маяковского приготовили очередной фотоконкурс «Любовью к книгам мы горим». Горожанам предлагают сделать снимки, на которых запечатлено чтение книг дома, в библиотеке и совершенно неожиданных местах. Наш конкурс поможет горожанам организовать свой досуг интересно. И также поможет сформировать позитивный имидж читающего человека и выявит талантливых авторов-фотохудожников нашего города. Фотоконкурс проводится в 4 номинациях. «Экстрим чтение», «Читая где хочу», «Фотоплакат», «Капитана книжных морей». В каждой из них выберут 3 победителя. Оценивать работы будет компетентное жюри. В состав жюри, помимо сотрудников нашей библиотеки, мы пригласили профессионального фотографа. Жюри определяет фотоработы, набравшие максимальное количество баллов. Победителем конкурса на приз зрительских симпатий станет фотография, набравшая наибольшее число голосов в результате голосования на сайте библиотеки. Приять участие в конкурсе «Любовью к книгам мы горим» просто. Достаточно распечатать цветную или черно-белую фотографии, придумать название и принести в библиотеку имени Маяковского до 15 апреля. Также нужно заполнить электронную заявку. Более подробную информацию можно узнать на сайте библиотеки. Награждение победителей конкурса состоится 15 мая. Для лиц старше 6 лет. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. С минимальной разницей в счете. Ветераны-баскетболисты нашего города обыграли соперников из Дзержинска. Команды встретились в финальном матче первенства Нижегородской области по баскетболу среди ветеранов. Игра проходила на равных, но Саровчане все же смогли одарить гостей. Подробности в следующем репортаже. В турнире Нижегородской области среди ветеранов приняло участие 4 команды из Сарова, Арзамаса, Дзержинска и Нижнего Новгорода. Игры проходили по круговой системе. Одна дома, одна на выезде. В схватке за первое место сразились баскетбольные команды Сарова и Дзержинска. Шансы на победу были равными у обеих команд. В итоге с отрывом в одну очко победил баскетбольный клуб Саров. Спортсмены из Дзержинска – давние соперники саровчан. Они не раз становились победителями чемпионата области среди ветеранов. На турниры они приезжают не только посревноваться, но и встретиться со своими старыми товарищами. Это спор. А в баскетболе кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Самое главное, что мы на этом турнире встречаемся с друзьями, поддерживаем теплые отношения. Ну а на площадке мы, конечно, боремся друг против друга. По итогам турнира наши спортсмены заняли первую строчку пьедестала почета. По словам капитана команды Александра Кулькова, к победе баскетболистов привели уверенные передачи, грамотная игра в нападении и обороне. Выиграли в тяжелой борьбе. Ну, в принципе, результатом довольны. Все молодцы. Ну, тут главное без травм. Обошлось без травм. Все доиграли в турнир. Все хорошо. Все живы, здоровы. Ну, все будем тренироваться дальше, чтобы выйти на следующую ступень. Теперь саровчанам предстоит защищать честь Нижегородской области на первенстве России, которое пройдет в июне. А пока баскетбольный клуб «Саров» готовится к очередному турниру, который пройдет в середине апреля. Соревнования посвятят 75-летию победы. В них примут участие спортсмены из Москвы, Мурома, Тула, Липецка, Воронежа, Санкт-Петербурга, Дзержинска и Нижнего Новгорода. Ирина Вашегородцева, Евгений Жевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И это все, чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова